Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный Творческий Мир, а я сегодня буду делать декоративную старинную керосиновую лампу-фонарь. И вот все мои заготовочки. Смотрите, с чего я все это буду делать. Всякие крышечки, ненужные какие-то колбы, колечки и прочие флакончики. Я всегда это все собираю в определенный контейнер и когда нужно использую для поделок. Итак, я вырезала круг из картона диаметром 11 сантиметров и по центру приклеиваю на него две крышки пластиковые от молока или еще от каких-то продуктов. Мне нужна просто высота и на чем будет держаться вся эта конструкция. Сверху приклеиваю еще один круг из картона, только диаметром поменьше, примерно на полтора сантиметра меньше предыдущего. И вот такая конструкция получается. Далее отрезаем полоску из картона так, чтобы вот эти внутренние полосочки, которые находятся внутри гофрокартона, были вертикальны и мы могли легко изогнуть эту полоску из картона. И теперь на произвольные кусочки я его нарезала и на термоклей приклеиваю по кругу вот этой своей конструкции. Получается такой невысокий усеченный конус. Это будет основа моего будущего фонаря или керосиновой лампы. А теперь, когда по кругу все это приклеили, беру маленькие ножнички маникюрные и обрезаю все лишние торчащие детали. Как вы видите, по кругу остались незаклеенные уголочки. И для этого я беру обрезки картона, вырезаю маленькие треугольнички, подходящие по форме и по размеру. И вклеиваю их также на термоклей, чтобы не оставалось пустот. Я хочу, чтобы основание моей лампы было повыше, поэтому беру еще крышку от пластиковой баночки и приклеиваю ее сверху на вот это картонное основание. Хорошенько прохожу по кругу термопистолетом, чтобы все крепко держалось. И вот так в будущем это все будет смотреться с баночкой. А пока делаем верхнюю крышку. У меня есть такое металлическое кольцо, даже не знаю от чего она у меня осталась. И еще вот такая бумажная картонная втулка, не широкая. Как раз они очень хорошо крепятся друг к другу. Втулка помещается в это колечко, я их склеиваю вместе и подклеиваю на крышку банки все это. Хорошенько клеем проходите по кругу, потом еще после приклеивания, чтобы все плотно держалось и крепко. Еще у меня есть вот такое синее пластиковое кольцо, по-моему это от ликопластыря рулонного. И сверху я приклею вот такую вот детальку, она уже такая и была. Это от поломанной мельницы со специями. То есть все идет в ход, ничего у нас не пропадает. А теперь беру вязальную проволоку, отрезаю кусочек, нарезаю бумажные полотенца на полоски и с помощью термоклея все это обклеиваю. Можно это делать конечно же с помощью клея ПВА, тоже прекрасно, просто сохнуть будет дольше. Я хотела сделать все побыстрее, поэтому сразу приклеиваю на термоклей. Термоклея не жалею, чтобы хорошенько пропитывались эти полотенца бумажные и конструкция была как можно крепче. Слоев делаю столько, сколько мне нужно. А это зависит от того, какой толщины ручку на своей лампе вы хотите видеть. Я пожалуй сделаю еще несколько слоев, чтобы ручки были потолще. И вот так это будет выглядеть примерно. Сделаем две такие одинаковые ручки и далее будем их приклеивать. После того, как ручки полностью обклеены и готовы фактически, я еще прохожусь по ним тоненьким слоем термоклея, для того, чтобы они стали еще крепче и прочнее. То есть, чтобы убрать вот эту мягкость салфеток бумажных или бумажных полотенец сверху, делаем тонкий слой термоклея. А теперь хорошенько разогреваем клей и наносим на дно баночки. И теперь склеиваем все вместе. Основание вместе с баночкой. Мне нужно было сделать два отверстия в верхней части крышки. Для этого я просто хорошенько разогрела термоклей. И так как эти детали у меня пластиковые, то термоклей легко их проплавил и сделал нужные мне отверстия. Я сначала вставила вот эти ручки в это отверстие вверху в крышке. Но я быстро поняла, что я тогда не смогу вставить свечу вовнутрь своей банки этого фонаря. Поэтому я решила ручки крепить ниже, так чтобы крышка откручивалась и можно было вставить внутрь гирлянду или свечу на батарейках. Естественно, натуральную свечу сюда вставить нельзя, так как крышка нагреется и испортится вся эта конструкция. А вот гирлянду или свечу на батарейках будет прекрасно. Отрезаю ручки. Я же сделала их с опасом. Теперь я отрезала лишнюю часть, так как мне нравится. Их можно сделать более торчащими, выпуклыми, менее торчащими и так далее. Внизу у меня оставалась голая проволока, поэтому я легко ее воткнула в картонное основание и хорошенько проклеила. А верхнюю часть я приклеиваю, как вы видите, в верхней части банки, не доходя до крышки, чтобы крышка легко откручивалась. Опять-таки все хорошенько проходим термоклеем, все соединения, чтобы все держалось крепко. А теперь я нарываю бумажные салфетки на кусочки и начинаю обклеивать с помощью клея ПВА всю вот эту собранную конструкцию, кроме самой стеклянной банки. Ее я трогать не буду. Обклеиваю несколькими слоями. Мне нужно, чтобы все это соединилось в единое целое и ничего потом не распалось и не развалилось. Поэтому хорошенько примерно в 2-3 слоя обклеиваем нижнюю часть, вот это основание, не забываем и про донышко в том числе. И затем точно так же обклеиваем верхнюю часть, то есть вот эту крышку, состоящую также из нескольких фрагментов. Чтобы ручки лучше зафиксировать и они крепко держались, я в кусочки салфетки делаю надрыв по центру и огибаю ручку этой салфеткой, а затем все это хорошенько обклеиваем. Для дальнейшей работы понадобится масса для лепки. У меня масса для лепки с рисовой мукой. Ссылочку на рецепт я оставлю под видео. Можно использовать холодный фарфор, массу для лепки на основе шпаклевки и другие массы, которые вы любите. Молды я смазала маслом, чтобы все детальки хорошо выходили и не приклеивались к ним. И сделала вот такую круглую деталь с помощью молда и приклеила ее по центру основания. А далее делаю вот такие ажурные дорожки. Ширина этой дорожки примерно сантиметр. Мне нужно это для того, чтобы задекорировать нижнюю часть основания. Я хочу по кругу приклеить вот эту ажурную дорожку. Место приклеивания хорошо смазываем клеем ПВА и приклеиваем нужный лепной декор. Ну вот, нижнюю часть основания я уже обклеила, а теперь с помощью молда делаю такую маленькую детальку, похожую на кнопочку. И приклеиваю ее по центру вот этой круглой детали. Ведь у каждой керосиновой лампы есть такая кнопочка регулятор огня, поэтому мы ее тоже сделаем. А теперь у меня есть вот такой ажурный красивый уголок. И я хочу этот уголок приклеить на другой стороне лампы. То есть с одной стороны лампы будет вот эта круглая деталь с кнопочкой, а с другой стороны по центру будет вот этот ажурный уголок. И вот вы видите, что у меня в итоге получилось. По-моему, очень даже симпатично. Но я продолжаю декорировать далее. Мне нужно, чтобы соединение банки с нижней частью лампы было как можно крепче и прочнее. Для этого я сделаю еще тоненькую дорожку. У меня есть на этом молде еще дорожка поуже. И вот эту тоненькую ажурную дорожку я приклею как раз таки в месте соединения банки и основания картонного. А теперь с помощью молда делаем еще ажурные полосочки и декорирую верхнюю часть своего основания, чтобы внизу и верху на основании была ажурная полоска из лепного декора. Далее сушим и после просушки беру акриловый лак, соединяю его с черным колером и вот этой краской полностью окрашиваю свой фонарь, не трогая стеклянную банку. И получается у меня сразу краска идет с лаком. И лачить фонарь потом уже не нужно. У керосиновой лампы обычно имеется длинная ручка сверху, либо ручка-кольцо. Для этого я отрезала кусочек вязальной проволоки, купленной в строительном магазине, либо в хозяйственном можно приобрести. И теперь так же, как я обклеивала ручки своей лампы бумажными полотенцем, я так же их порезала на полосочки с помощью термоклея, обклеиваю эту будущую ручку. Но только уже буквально в один слой, чтобы она стала немного толще, чем сама проволока. Вот и все. Потом, после того, как все обклеили, так же тоненьким слоем я прошла термоклеем по ней, чтобы все это застыло и стало крепким. И все, теперь я просто окрашиваю эту ручку. Мне остается ее высушить и прикрепить. Также на старинных керосиновых лампах стекло всегда было для защиты обвязано проволокой. Для этого я взяла старые поломанные наушники, отрезала шнур и просто по диагонали, крест-накрест завязала этот шнур, зафиксировав все термоклеем. Вот и все. К сожалению, у меня не записался фрагмент, как я покрывала лампу золотым металликом, но я думаю, это просто. Просто возьмите кисточку-щетину жесткую и сухой кисточкой, отбив лишнюю краску на листе бумаги, нанесите ее на все черные места. Вот и все. А теперь я в те самые отверстия, которые в начале работы я делала с помощью термопистолета, наверняка вы помните, я туда наношу немного термоклея и вставляю кольцо. И поверьте, оно настолько плотно, крепко держится, я проверяла несколько раз, лампу можно поднимать за это колечко, не боясь. Вот такая декоративная керосиновая лампа-фонарь у меня сегодня получилась. Надеюсь, вам пригодится этот мастер-класс. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!